Несмотря на режим самоизоляции, больше трети москвичей всё-таки выходят из дома хотя бы за продуктами. И для них самый главный вопрос, как не принести коронавирус домой. Ведь известно, что он выживает на поверхностях. На картоне живёт 24 часа, на алюминий 8 часов, на пластике трое суток. Исследования ещё не завершены, говорят в Роспотребнадзоре. Но уже понятно, если больной человек, скажем, чихнул в магазине на пакет молока, а вы его купили, шанс заразиться есть. В общем, возбудитель мог попасть на эти продукты. То вероятность, конечно, заражения, она имеется. Как правильно обрабатывать принесённые домой продукты, каждый решает сам. Одни протирают спиртовыми салфетками. Приходится обрабатывать спиртовыми салфетками всё, что было куплено. Другие выставляют пакеты на трое суток на балкон, чтобы вирус успел погибнуть. Кто-то даже использует парогенератор. Сейчас покажу, как он работает. Из него идёт пар, который убивает бактерии. Надёжно, но долго и дорого. Всемирная организация здравоохранения рекомендует более простой способ. Достаточно свои продукты переложить в свой контейнер, а использованную упаковку просто выбросить. После этого тщательно помыть руки с него. Верхнюю одежду так просто не выбросишь. В США для прогулок рекомендуют выбирать вещи из плотных тканей, твида, вельвета. На них вирус меньше задерживается. Или использовать для дезинфекции одежды спиртовые аэрозоли. У нас врачи советуют просто оставлять куртки в прихожей, а потом тщательно мыть руки. А вот волосы действительно могут быть опасны. Не надо делать себе такую вот прическу в полтела. Лучше волосы под шапочку. На волосах теоретически это да, можно словить, естественно. Они это хорошо могут абсорбировать. Собак после каждой прогулки мыть шампунем не нужно. Чаще раза в неделю делать это попросту вредно. А вот мыть лапы с мылом придётся. Мою не только лапы, мою и нос, но и все вот эти места грязные. Есть данные, что коронавирус может долго сохраняться в пыли. Многие схватились за тряпки. Стал чаще делать влажную уборку со специальными средствами, спиртосодержащими. Думаю, можно даже чистый спирт закупить. Если и протирать что-то спиртом, то только дверную ручку, за которую брались грязными руками, и пол в коридоре, где стоит уличная обувь. Спиртовые растворы рекомендуют использовать только если дома есть заболевшие. В остальных случаях обычная влажная уборка. И уж точно без хлорки. Ничего хорошего нет в том, что мы будем вдыхать постоянно пары хлорки. То есть тем самым мы боремся с коронавирусной инфекцией, но в то же время можем причинить вред своему здоровью благодаря вот этим дезинфектантам. Из дома лучше бы ходить в перчатках или захватив с собой антисептик, где спирта больше 60, но меньше 70%. Надёжно и кожу не сушит. Медицинские маски нужны, но главное носить их правильно. Если вы её сняли, пожалуйста, дальше второй раз не используйте. Никакие дезинфекторы не помогут. Два часа – это тот предельный срок, когда она эффективно работает. Потом это уже чашка Петри – рассадник ваших собственных микробов. Все эти меры хоть и нужные, но дополнительные. Самое главное – мыть руки, не трогать лицо и держать дистанцию.